Сергей, скажите, что делать, если встретился пьяный водитель на дороге? Ну, если сказать про вас именно, да, как водитель, если вы, вот, всех касается такой ситуации, ни в коем случае с ним не связываться, да, не пытаться, то есть держитесь подальше от таких агрессоров. Это также касается и про агрессоров, если вы видите, что человек ведет себя неадекватно, он может быть не пьяный, может быть, человек едет наверняка. Если вы действительно уверены, что он пьяный, так едет, ну, у нас это не особо принято в стране, да, это считается какое-то стукачество, но я в таких случаях советую обращаться в ГИБДД, сделать звонок, сказать номера, что вот по такой-то улице едет неадекватный. И вы вот этим звонком, возможно, спасете, может быть, чью-то жизнь, а может быть и не одну. Вот я вам скажу пример, он, ну, немножко похожий. Я приехал в Санкт-Петербург, это была осень, уже было прохладно, и вот мне осталось до дома, где я снимал квартиру, буквально километр, останавливаюсь, вот прям дом я его вижу, стою, никого не трогаю, был железнодорожный переезд, мы его проехали, была небольшая пробка, впереди меня был пешеходный переход, толпа людей, час пик, люди ходят, и в меня въезжает пьяный водитель, потом, как оказалось, машина такая, Nissan X-Trail, а у меня Volkswagen Polo, то есть габариты немного отличаются, да, та машина потяжелее. Удар был не сильный, но, тем не менее, бампер на замену, на покраску, крылья не пошли, фары на месте, неприятно. То есть после удара я включил аварийку, что делать, да, поставил парковку, взял телефон, начал мгновенно фотографировать. Это я, к слову, по алгоритму, да, мало ли что, начинать сразу фоткать, фиксируйте все, номера, где, чего, фоткайте водителя, снимайте, вы имеете на это полное право. Потому что, если вдруг водитель скроется с места ДТП, у вас хотя бы фотки останутся, вы все это зафиксируете. Все это пофоктал, подхожу к водителю, сидит там, вот, потом, как оказалось, 62, по-моему, да, мужик, вот такой вот, и он проснулся от удара, то есть, получается, он уснул, и когда он понял, что произошло, я ему говорю, что, дружище, что в таком состоянии за руль, он что делает, он хочет завести. Мне пришлось отобрать у него ключи, понимаете. И потом я сообщил о случившемся, естественно, в ГИБДД, потому что договариваться с такими людьми не надо, да дороже встанет, он пытался убежать. Понимаете, мне пришлось его там чуть ли не ловить, держать, ну, как он с места ДТП сейчас скроется, ищи-свещи, потом докажи, а кто там был за рулем. Машина, вот. Я про то, что мне, вроде бы, эта машина не моя, я не имею права там кого-то задержать. Но в данном случае, понимаете, с точки зрения даже как-то моей обязанности, если бы не мой автомобиль, он бы вот эту толпу бы въехал, он просто моей машины его задержал. Я про то, что если вы видите реально пьяного человека за рулем, это нужно пресекать. Но не путем того, что вы его там переграждаете, как в американских фильмах полицейские, да, чтобы вас не повредило, машину ваш не повредило. Просто сообщайте в ГИБДД. И избегайте контактов с такими вот агрессорами, потому что это может быть люди и обкуренные, это могут быть люди на нервниках, там и так далее. Поэтому здесь нужно определить, а то вы там позвоните в ГИБДД, он едет пьяный, а он не пьяный, у него просто такая манера вождения, понимаете. Тогда в этом случае не надо лезть. Если вы уверены, что человек там в нуле еще сидит пьяный, да, я советую меру предпринимать. Субтитры создавал DimaTorzok